Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в игру Престолов от Telltale Games, и догадайтесь, чем мы занимаемся? Правильно, мы чистим коню, а мы пытаемся сбежать из Чёрного Замка. Поехали! Так, спокойно, 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 спокойно. Никто не знает, кто я, где я. Всё в порядке, никто ничего не заметил. Прекрасно. Давай, Гарретт. Я в тебя верю. Вперёд. Вот чёрт! Вам, полудуркам, повезло, что я не беспалый. Думали, получится удрать, а? И ведь наш план сработал, а? О, Финн, рад тебя видеть. Я меч во тьме, я помогу не лишиться брату головы. Тебе это пригодится. А теперь пошли. Ты не идёшь с нами, Финн. О чём это ты? Беспалый и так думает, что я помогаю тебе. Как ты думаешь, что он сделает со мной, когда узнает, что вы свалили? Я бы лучше попытал счастья на воле, к тому же я хорошо умею драться, ты это знаешь. Не знаю, как драться, но начинать драки ты мастер. Давайте возьмём его. Ещё один разведчик не помешает, пока он не нападёт со спины. Разговоры на поток. Вперёд. Кстати, да, его ж реально тут казнят, если он останется здесь. Потому что уже пошли разговоры, что... Беспалый же думает, что Финн покрывает нас, поэтому... Мы спасём ему жизнь, я думаю, если возьмём его с собой. Назад дороги нет. Мы теперь дезертеры. Мы нарушили наши клятвы. Я давал много клятв. И нарушал много. Слова нихрена не значат. Я не хотел, чтобы дошло до этого. Клятва, что я дал здесь. То есть им. И когда-нибудь я вернусь почтить их. Они уже знают, что нас нет. Тогда бежим со всех ног. Всё, ребята, валим. Вот мы и сбежали из ночного дозора. И у меня третья ачивка. Pride and Purpose. Переводите, как хотите. Блин, я со спины подумал, что это Королева Серсея идёт. Забавно. Так, походу, сейчас мы будем убивать грифа. Я надеюсь, что это... Вот реально, я прям хочу этого. Вы просто посмотрите, до чего они довели людей. Они просто издеваются. Всё хуже, чем я думала. Родрик! Родрик, вот ты где. Леди Форестер? В чём дело, мама? В грифе. Он ругался с мейстером, и... Всё вышло из-под контроля. Я иду. Что ты намерен делать? Это может быть наш шанс. Мы должны успеть, пока что-то визуально. Он узнает, что случается, если навредить члену моей семьи. И моей. Часть моих людей осталась в роще. Удостоверься, что они готовы нанести удар. Кажется, самое время. Пойдём. И Артур. Слушайте внимательно. Я ударю тростью, когда захочу, чтобы вы вошли. Мы будем готовы. Главное, чтобы у тебя трость не выбили, иначе они не увидят знака. Вот я ещё боюсь. Но мы постараемся. Я иду с тобой. Это небезопасно. Лучше дожди своего брата. Мне не важно, безопасно ли там. Гриф думает, что я принадлежу ему. Мне надо показать, что это не так. Значит, идём вместе. А люди-то уже так... Вы просто чувствуете вот этот пафос? Вот этот пафос, с которым сейчас будет разворачиваться эта сцена. Я уже представляю, что сейчас будет. Я пытался лечить. Но рано не за... Прекратите немедленно. Ты дал ране загноиться. Нет, я пробовал мазь. Для Форестеров ты бы постарался лучше. Милорд, пожалуйста. Единственный лорд здесь, это я. Родрик, прикажи своей шавке слушаться нового хозяина. А пока ты будешь этим заниматься... Элена Гленмор? Какого хрена ты с ним ошиваешься? Ты должна выйти за меня. За тебя? Я скорее предпочту дохлого коня. Следи за речью. Или тебя ждёт то же, что и мейстера. Отпусти мейстера, Гриф. Нет, пока чему-нибудь не научится. Он воспротивился, прямо как ты, Родрик. Так что теперь он расплачивается. Простите. Простите. Не верю тебе. Не ты здесь, Лорд Гриф. Мне осточертело твоё притворство. Думаешь, я, мать твою, притворяюсь? А хочешь знать моё мнение? Мой брат готов. Мне кажется, тебе нужен ещё один урок смирения. Прямо как твоему мейстеру. Я запросто тебя выставлю, Родрик. Хватит с ним разговаривать. Это ещё что за херня? Что прикажете? Ну что уставился? Убить любого, кто пошевелится. Ты слышал его. Отойди. Ты не можешь. Итак. Осмирение. Уберите руки. Мейстер. Вы в порядке? Да, пожалуй. Мой отец пойдёт прямо к Руссо Болтону. Он спустит с тебя шкуру из твоей сестры и со всей долбанной семейки. Я предупреждал, Гриф. Ударишь меня? Друзья не всегда будут рядом, Родрик. И когда они уходят... Нравится, а? Это ему вы служите? Молчи уже. Родрик! Хватит! Довольно! Ты доволен? Ты должен прекратить. Я не собираюсь прекращать. Мой глаз! Родрик! Я сдаюсь! Нет! Нельзя! Зачем ты защищаешь его? Я защищаю не его, а Райана. Когда Ладо знает об этом, ты представляешь, что он сделает с ним? Если ты убьёшь Грифа... Райан может пострадать за это. С дороги! Я так не могу! Я желаю его смерти, поверь. Но не ценой жизни Райана. К тому же... Он нам ещё пригодится. Всё в порядке, Родрик. Посади Уайт-Хилла в темницу. Никого не впускать и не выпускать. Я не вижу. Я ничего не вижу. Что, Лордёнок? Ты выпендривался? Получил своё? Вот и всё. Вершини не должны об этом узнать. Позаботься об этом. Не раньше, чем мы того захотим. Прикажи убить воронов. Всех. И у меня четвёртая ачивка. Клёво, мне дают ачивки. Не, на самом деле я вот... Не один из тех, кто... Ну ладно. Я за себя не уручаюсь. В пекло тебя и твою королеву. Довольно. Покуда ты находишься в моём шатре, ты будешь слушаться меня. А напиваться прямо перед нашей вылазкой? Слушаться? Знаешь, как кто так делает? Безмозглые глупцы, которые хотят сдохнуть. У тебя совсем, что ли, крыша поехала? Эй, 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 успокойся, успокойся. Что тут происходит? Я в этом не виновата. Всё дело в нём. Она не сможет драться в таком состоянии, Эшнер. Думаешь, я слишком пьяна, чтобы драться? Ну и что ты будешь там делать? Выбежишь и будешь размахивать своим... Ну а что ты теперь думаешь? Ах ты, сука, драная! Ну же, Крофт, неужели это всё на что-то способен? Ну ты и ублю! В честном бою тебе бы сразу пришёл конец, да? Утихомирь свою подругу. Из-за неё нас всех убьют. Крофт, а ты что, напуган? Наша задача очень важна. Займись своими делами, Крофт. Тебе не нужно беспокоиться за нас. Просто разберись с ней. Если она не сможет держать себя в руках, к утру мы уйдём без вас. Ты думаешь, что с таким крошечным членом ты сможешь в одиночку захватить Мейерин? Я всё равно не сражаюсь бок о бок со свистунами. Бэшка, какого чёрта ты тут устроила? Ещё и ты будешь мне аннотации читать. Крофт вообще ни хрена об этом не знает. Ты не можешь вот так просто поддаваться на его провокации. Ты выше этого. Всё дело не только в нём. Думаешь, мне есть дело до того, что там бормочет мне Крофт? Именно из-за этого твоего дяди я тут и оказалась. Это он сказал вашей королеве драконов, что я пойду с тобой в Мейерин. Давай просто поговорим, Бэшка. Хватит с меня разговоров. Хватит ломать мебель. Ну давай, Эшер. Ударь меня. В настоящем бою ты давно был бы мёртв. Я не буду этого делать. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот это приёмчик. Ну и что? Ты убьёшь меня просто из-за того, что не хочешь идти в какой-то идиотский город? Я была там рабыней. В этом грёбаном городе. Меня забрали из собственного дома, когда мне было всего три года. В семь лет мой господин отправил меня умирать в бойцовые ямы. Когда моему господину надоело смотреть, как я убиваю животных на его потеху, он начал... Он начал запускать в яму других детей. И я зарубила каждого из них. Я... Но у тебя ведь не было выбора. Был. Я решила, что моя жизнь более ценнее их. Был там один мальчик. Когда мы не могли уснуть, то играли в камешки на улице. В последний раз я видела его. Когда он стоял в той яме со мной. Да, блин, это жёстко, конечно. Но в этом вся суть Игры Престолов. В его глазах виднелся страх. Такой же, какой был когда-то у меня. И тогда я поняла, что он... Так и не покинул меня. А мне ещё хотелось пожить на этом свете. Очень сильно хотелось. Мой господин наблюдал за этим. И он улыбался. Ей не стоит, наверное, наливать, но всё же. Держи. Спасибо тебе, братец. Надеюсь, так мы хотя бы помирились. После ситуации с драконом. Прошло много лет с тех пор, как я купила себе свободу. Но я всегда ненавидела этот город и своего господина. Дезор Зораза. Именно из-за него. Мерин стал городом мёртвых детей. Не переживай за меня. Я не подведу тебя. Я знаю. Ну, ей фиг ли. Ей тяжело, конечно, но она надралась. Первая часть коронации Томина. Королевская гавня. А, точно. Томин, Томин. Говорить такое неприлично. Это почему же? Мера? Встретимся на Перу. Клёвая одежда. Мне нравится фиолетовый цвет. Обожаю её. Что ты тут делаешь? Мне нужно туда попасть, сэра. Знаю, меня туда не приглашали, но... Тогда ты и сама знаешь, что Леди Маргери не хочет тебя видеть. Неужели это так важно? Так. Мне нужно поговорить с Лордом Моргарином и Андросом. Возможно, один из них плетёт заговор против моей семьи. И как же? Если бы я знала, то меня бы тут не было. Леди Маргерия разгневается, если узнает Мера. Я не могу. Извини. Ты же сама говорила, что поможешь мне. Не помнишь? А я и пыталась. Но сейчас ты можешь лишь усугубить своё положение. Ты уверена, что хочешь всем рискнуть? Я должна. Ну ладно. Ишь ты, блин, выпендривается ещё. За тобой должок. Вообще-то я про твою семью секрет держу. Она со мной. Ничего не случится, обещаю. Такие гвардейцы у Ланнистеров, честно говоря, неприятные. Крайне неприятные. Все как на подбор, прям с отвратительными рожами. Немного странновато сейчас праздновать ты не находишь. Совсем недавно король Джо превосил на Железный Трон. Теперь наш король Томин. Да будет долгим его правлением. Сэра! А я уже начал думать, что ты куда-то убежала. А если бы я и правда сбежал, вряд ли бы я смог тебя винить. Это леди Мира Форестер. Мира? Мира, лорд Гарибальд Тарвик. Выглядите очаровательно. Где же ты все это время ее прятала? Не вгоняй бедняжку в краску. Вы льстите мне, сэра, очаровательнее она собой. С этим точно не поспоришь. Чудный перс, согласна. Главное, не переборщите с вином. Хотя я слышал, вы не особый любитель пить. Так просто это забыть. Но в Королевской Гавани ничто не остается незамеченным. Выпив слишком много, люди заклеймят вас пьяным дураком. А заговорив не с теми людьми... О, лорд Тарвик! Это... это че это? И что это было? Ничего. Эта тема не предназначена для ваших нежных ушей. Ничего, у меня они не нежные. Нежные-нежные. Ты бы видела, какие они крохотные. Перестань. А что такого? Я серьезно. Уже положила на кого-то глаз, Мера? Эм... Извините мне. Мне не помешало бы выпить. Позвольте мне угостить вас. Не стоит. Я и сама могу налить себе. Спасибо. Прошу меня простить. Все это напоминает мне Тора Нервлани в спорте. Ты даже не поверишь. Ты уже рассказывал мне эту историю. Тебе ведь она понравилась. Мы весь вечер напролет танцевали, распинали... Распивали вино из своих шлемов. С меня хватит! Андрес, не будь глупцом. Так, так ты к нему подойдешь наконец уже, или что? А с чего вдруг вы решили прекратить сделку? Неужели на него упал спрос? Сомневаюсь, что дело в этом. Нет нужды в столь безумных домыслах. Просто я потерял к этому интерес. Как говорится, я стремлюсь к лучшему. И что вы имеете в виду под лучшим? Нет-нет, я понял, чего вы добиваетесь, и я пока не готов раскрыть свои планы. То есть он не собирается устраивать сделку по железностволу, да? Давайте подслушаем Андреса. Да, это много, но я знаю, как с умом их потратить. И как же? Лорд Уайтхилл превыше всех доверяет мне, и именно поэтому он готов работать только со мной. Эксклюзивная сделка? Как тебе повезло, Андрес? Ну, я уже должен кормить свою семью. Когда-то в последний раз виделся с женой, Андрес. Так, подождите, но он работает на Уайтхилла, это не вариант. Да, я же за вином, типа, пошел, поэтому надо немножко хрепнуть. Чуть-чуть надо хрепнуть венца. Типа хрепнули венца. Давайте попробуем поговорить все-таки с Моргарином. Прошу, меня извинить. Леди Мира, я восхищен. Это чем же? Тем, что вы не сидите в темнице. Стало быть, вы позаботились об указе Тириона. Позвольте спросить, как вам удалось это сделать? Допустим, я скажу, как я это провернула, но что я с этого получу? Ничего, но я восхищен вашей алчностью. Как я вижу, Королевская Гавань меняет вас. А что вы делаете здесь? Наслаждаетесь вечером? При первой нашей встрече выявили переговоры от имени Лорда Уайтхилла. Это так. Но теперь Лорд Андрес считает, что он один работает на него. Что же произошло? Да, вы, видимо, уже знаете большую часть истории. Меня вытеснили из торговли железностволом. Оу. И все благодаря моему партнеру. Проклятый дегенерат. Теперь Андрес единственный представитель Ладо Уайтхилла в Королевской Гавани. А ведь это я познакомил их друг с другом. Вы знаете, чего хочет добиться Лорд Андрес? Недавно он обзавелся крупненькой суммой денег, но я даже не представляю, что он собирается на них покупать. И что бы это ни было, он хочет втянуть в это дело Ланнистера. Ланнистера? Лимона. Лимона. Накотина троюродный брат, он все равно Ланнистер. Рикард, вы уже закончили флиртовать со служанкой? Нам нужно знать ваше мнение. Не мешай ему. Прошу меня простить. Значит, Ланнистер. Ланнистер, судя по всему, не самый умный. Я думаю, будет проще поговорить с Лиманом. Эм, извините. Лиман Ланнистер? Черт. Вы напугали меня. Будто у меня и без вас мало забот. Глубоко извиняюсь, мне не стоило. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты. Порой я бываю таким неуклюжим. Боюсь, вы застали меня врасплох, леди... Мира. Леди Мира. Люди редко заводят со мной разговор, но я рад, что вы решились. Мне всегда неуютно находиться в окружении стольких людей. Так, что вас сюда привело? Вы себе не самый лучший собеседник. Я слышала, у вас есть свой бизнес, в котором проделываются очень важные сделки? Вот уж не знаю. Да ладно вам, не скромничайте. Мне... Мне и вправду нельзя об этом говорить. Андрес попросил держать это в тайне. Сами понимаете. Вы можете мне доверять, лорд Лиман. Никто об этом не узнает. Я... Что ж... Думаю, можно просто... Лиман, ну и что же ты делаешь? Что? Ничего. Держитесь от него подальше. Андрес, мы просто болтали. Ты просто болтал с Мирой и Форестер. Форестер? Я... Я не знал. Милорд? Скажу тебе все предельно понятно, насколько это возможно. Никогда более не смей лезть в мои дела. Опа, блин, там Маргери. Все, пипец. Леди Маргери. Прячься. Прячься нафиг. Не надо, чтобы она тебя видела. Вали в пень отсюда. Ну все, тебе каюк. Леди Маргери. Прикрыла. Молодца. Так, надо сваливать отсюда. Надо репчатого лучка поесть после записи. Кстати, вам приятного аппетита, если вы смотрите это и кушаете. Леди Мера. Ну и Стэнку же вы там устроили. Вы в порядке? Да. С лордом Андресом я могу управиться. А я вот волнуюсь за Лимана. В смысле? Буду честным, эта история совсем не предназначена для ушей служанки. Просто будьте с ним поаккуратнее. Хорошо? Просто расскажите мне, это лорд Тарвик. Для меня это важно. Да, я-то могу вам рассказать. Но сперва поведайте мне что-нибудь о сэре. Ваша помощь могла бы спасти меня от позора. Я был бы вам очень благодарен на этом, Леди Мера. И что же вы хотите узнать о сэре? Сэра Дурвелл. Очень интересная фамилия. Что забавно, последний Дурвелл умер двумя столетиями тому назад. Ну ладно, фамилица. Что же вы можете рассказать мне о ее семье? Быть может вы что-то про нее знаете? Я не уверен в ней. Я познакомилась с ее родителями, когда мы еще служили в Хайгардене. Да? Это уже не такой великий дом, каким был раньше, но все же довольно почтаемый по сей день. Отлично. Какое облегчение узнать это. Потому что у меня были сомнения. Ну а теперь, Лорд Тарвик, ваша очередь. Точно. Лиман Ланнистер. Десять лет назад Лиман участвовал в турнире в Ланниспорте. И он неудачно упал с лошади. Почти месяц ему пришлось пить маковое молоко, чтобы только не кричать. Оу. И строго между нами он так и не прекратил пить его. Точнее, он не может. Все свои деньги он тратит только на молоко. Теперь и на дня не может прожить без него. Так вот почему у него трясутся руки. Не распространяйтесь об этом, Леди Мира. Я даже не должен знать об этом. Да и Лиман и так настроил... Настрадался от унижений. Я никому не скажу. Даю свое слово. Хорошо. Но хотелось бы, чтобы Лорд Андрес винил в этом меня. Не хотелось бы. Это Андрес вам рассказал об этом? У этого человека язык длиннее черноводной. А бедняга Лиман даже не догадывался об этом. Или не догадывается, а я не успеваю читать. Но теперь прошу меня извините. Мне нужно начать подготавливаться кое к чему. Леди Мира. Одежда у него очень красивая. Мне нравится вот цвет, орнамент. Просто прекрасно. Такие брюлики прям. Ладно, не будем с ума сходить. Так, Андрес свалил, давайте с Лиманом пообщаемся. Лорд Лиман, нам вправду стоит поговорить. Я знаю, что вы задумали. И я не буду рассказывать о своих делах с Андресом. Так что прошу, прошу, просто оставьте меня в покое. У меня из-за вас и так появилась куча проблем. Я должна вам кое-что рассказать. Ну и что же? Скажите мне сразу, чего вы добиваетесь. Лорд Андрес предал вас. Я все знаю. Что? Что вы... Я знаю, что вы пьете маковое молоко, словно это вино. Я знаю, что вы начали пить его после травмы в Ланиспорте. Не может быть. Андрес не стал бы. Он вам не друг. Он просто использует вас. А я ведь доверял ему. Он всем растрепал ваш секрет. Так почему же не отплатить ему той же монетой? Это подло, но все же. Андрес вербует наемников. Несколько сотен. Что? Он собирает войско для Ладу Вайтхилла, чтобы тот мог выступить против Железного Холма. И Андрес делает это втайне. Никто об этом не знает. По крайней мере, он не хочет, чтобы кто-то знал. И вы помогаете ему в этом? Да, я помогаю ему нанимать их. Но это не... Господи, вот эта походка у него сейчас была. Ты предатель. Ты ведь пообещал мне. А потом всем рассказал? О чем ты? Ты лжец. Тебе нельзя доверять. Она все мне рассказала. Зря вот он сказал про нее, а ты что стояла-то? Ну ты что палишься-то? Ну зачем ты так? Ой, дурында. Ой, дурында. Леди Мира. Только что вы совершили непростительную ошибку. Крайне непростительную. Неужели вы боитесь простой служанки? Вот это он покраснел вообще. Это охренеть, в каком он бешенстве-то сейчас пребывал. Просто с ума сойти. Не, это было забавно, ребят. Очень забавно. Но мне понравилось. Это клево. Блин, красный как помидор стал. Как помидорка за решеткой. Ладно. Привет, кстати, Диме. Ладно. Давайте на этом моменте мы закончим эту серию. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Twitch-канал. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok